Канал 3 минуты и сегодня мы разбираем лизосомы. Лизосомы являются частью цитоплазмы клетки и относятся к одномембранным органоидам. Привет-привет! Кто не помнит, помимо одномембранных органоидов, в клетке есть еще двумембранные, например, митохондрии, и даже немембранные, такие как рибосомы. Все это органоиды общего назначения. А еще есть органоиды специального назначения, например, жгутики. По строению лизосомы это пузырьки, они же визикулы, ограниченные мембраной, внутри которых содержатся гидролитические ферменты. Среда внутри лизосомы кислая, что делает ферменты активными. Что еще за гидролитические ферменты? Давайте посмотрим поподробнее на картинке. Здесь мы у лизосомы видим мембрану. Гидролитические ферменты или гидролазы – это пищеварительные ферменты, в работе которых участвуют молекулы воды. Эти ферменты расщепляют биополимеры до мономеров, или другими словами переваривают органические вещества до более простых, которые затем используются клеткой. На рисунке ферменты гидролазы изображены в виде таких зеленых пакманов. Также мы видим транспортные белки и ВАТ-фазу, которая нужна для закачивания протонов через плазматическую мембрану и создание кислой среды внутри лизосомы. Ясно. Получается такое внутриклеточное пищеварение, а лизосомы напоминают желудок, только у клетки. Дальше что у нас по плану? Как лизосомы образуются? Лизосомы образуются в аппарате Гольджа, он же комплекс Гольджа. Такие лизосомы называются первичными лизосомами, то есть это те самые пузырьки с ферментами, о которых мы уже говорили. Дальше давайте посмотрим картинку из тестов ЕГЭ. По цифре 1 здесь эндоплазматическая сеть, она же эндоплазматический ретиклум, где образуются органические вещества. По цифре 2 аппарат Гольджа или комплекс Гольджа, где вещества преобразуются. По цифре 5 секреторные пузырьки, которые образовались в аппарате Гольджа, а затем их содержимое выводится наружу клетки через цитоплазматическую мембрану, которая обозначена цифрой 6. По цифре 4 на рисунке первичная лизосома. Рядом мы видим процесс фагоцитоза, когда клетка захватывает кусочек пищи снаружи и образуется фагосома или фагоцитарная вакуоль. Дальше первичная лизосома сливается с фагосомой и образуется вторичная лизосома, которая называется пищеварительной вакуолью. Затем вещества пищеварительной вакуоли перевариваются. Все необходимые продукты расщепления транспортируются через лизосомную мембрану в цитоплазму клетки. Оставшееся образование называется остаточным тельцем. Оно на рисунке под номером 3. Остаточное тельце затем или сливается с наружной мембраной и путем экзоцитоза выводит свое содержимое наружу, либо остается и накапливается в клетке. Еще один вариант, когда образуются вторичные лизосомы, это при аутофагии. Когда ненужные клетки компоненты, на рисунке у меня это митохондрия, вначале помещаются в мембрану и получается аутофагосома. Затем эта аутофагосома сливается с первичной лизосомой и образуется вторичная лизосома, которая называется аутолизосома или аутофаголизосома, где ненужный компонент клетки переваривается. Думаю, что с образованием лизосом тоже все понятно. Переходим к самому интересному – функциям лизосом. У лизосом большое количество функций. Например, есть статьи, где их указывается 18. Но мы посмотрим самые основные, нужные для школьного курса биологии и ЕГЭ. Главная функция лизосом – это внутриклеточное пищеварение. Мы уже говорили про переваривание лизосомами веществ, поступивших извне в клетку. Например, при фагоцитозе. Также мы говорили про аутофагию, когда лизосомы переваривают собственные структуры клетки. Еще лизосомы могут высвобождать свои ферменты в цитоплазму клетки. При этом клетка саморазрушается. Процесс называется аутолиз. Ничего себе. Вот такое видео. Ставьте лайки и подписывайтесь. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok